Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день Семьи, Любви и Верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен Годом Семьи. И с каждым годом этот праздник становится все более популярным в нашей стране. Здравствуйте все, кого объединяет это короткое, но такое доброе слово «семья». Мы рады, что вы приняли наше приглашение и пришли к нам в ютный зал, чтобы отметить прекрасный праздник – День Семьи, Любви и Верности. 8 июля в поселке Чистые Боры прошло чествование семей, стаж совместной жизни которых составил 50 лет. В этот день в адрес супругов, отметивших юбилей супружеской жизни «Золотая свадьба», прозвучали поздравления от главы городского поселения Сергея Ширяева, главного специалиста администрации Светланы Бесединой и председателя Совета ветеранов поселка Чистые Боры Людмилы Колесниченко. Юбиляры получили памятные подарки, букет ромашек как символ праздника и поставили свои подписи в книге почета. Добрый день, дорогие молодожены. Честно скажу, что многих из вас сейчас знаю и знаю, даже, можно сказать, частенько встречаюсь, общаемся. Но вот сегодня в таком кругу встретились очень приятно. И когда говорят, что «Золотая свадьба» 50 лет, некоторые даже, знаете, нынешнее время прожить-то 2-3 года не могут нормально. А вы прожили такую жизнь. Вот мы обычно собираем 3-4 пары опытных и одна молодая, которая лет 10 минимум прожили. Для того, чтобы вот опыт этот увидеть, какое у вас было общение друг с другом. Хочется, чтобы у нас отпраздновали красную свадьбу. Это 100 лет. Но да, есть такая свадьба 100 лет. Это красная. Поэтому стремиться-то надо. И мне сегодня хочется вам пожелать самое главное, вот того понимания, которое у вас есть в жизни. Здоровья. Чтоб вас радовали ваши дети, ваши внуки. Чтоб вы всегда слышали звонкий смех внуков, правнуков. А дай Бог ей прав-правнуков. Спасибо вам за то, что вы пришли. С праздником вас. Да, счастье, конечно, что вот видеть такие пары, столько лет прожившие в мире, в согласии. На вас, конечно, можно пример ставить. Все вот, все пары здесь очень красиво. Я просто не знаю. Такие даты праздникам праздник нечасто. Но сегодня встречать пришла пора. Я от души желаю много счастья, а с ним здоровья, радости, добра. Так будьте вы судьбой и храними. В день вашей свадьбы золотой желаю вам успеха, мира. Души извечно молодой. Пусть чистит. Супруги Мазовы. В январе 67-го года Валентина Ивановна и Павел Константинович сыграли свадьбу. У Мазовых два прекрасных сына – Николай и Андрей. Дети выросли, создали семьи, подарили своим родителям внуков и внучку. Валентина Ивановна любит заниматься садом-огородом, выращивает овощи, занимается цветами. А Павел Константинович тоже увлекается огородом, грибами и ягодами. Семья Мазовых наделена мудростью и жизненным опытом. Супруги дорожат своими отношениями и семейным очагом. Просто надо любить, уважать и немножко, чуть-чуть, ну как, услупать. А в основном только любить. Семья Истоминых. 50 лет назад, в январе 67-го года, в деле ЗАГС города Воркуты связали свои судьбы Валентин Прокопьевич и Валентина Николаевна. У Истоминых двое сыновей – Александр и Дмитрий. Дети живут и работают в городе Воркута. Женаты, подарили четырех внучек. Семья Истоминых увлекается садом, выращивают на участке цветы и овощи. Валентина Николаевна занимается рукоделием, любит готовить. Валентин Прокопьевич любит лес, ходит по грибы и ягоды. И вот уже 50 лет супруги идут вместе одной дорогой, поддерживая друг друга во всем, разделяя все радости и печали пополам. Супруги Истомины – пример для подражания для молодого поколения. Это частички одного целого. Во-первых, конечно, любовь, а потом терпение и понимание друг друга. Детей любим. Самое главное, что мы любим детей, а они к нам относятся с уважением тоже и с любовью. И забывают нас. Семья Сорокиных. Николай Максимович и Людмила Алексеевна также сыграли свадьбу в 67-м году. Людмила Алексеевна подарила супругу двух красавиц-дочерей – Наталью и Светлану – и сына Максима. Дети выросли, создали свои семьи, но родители не забывают и приезжают в гости. Семья Сорокиных очень дружная. Людмила Алексеевна любит цветы и рукоделие, вкусно готовит. А Николай Максимович любит заниматься ремонтными работами. Семья Сорокиных надежная и крепкая. Супруги дорожат своими отношениями и семейным очагом. Уважение, терпение, понимание, любви друг к другу. Любви друг к другу. Да, да, да. Дети выросли, все взрослые, даже внучки взрослые уже отучились. Правда, внук еще служит в армии после университета Ярославля, закончил он. Правнук? Правнук уже 4 года у нас большой, хозяин дома. По-моему, руководитель этого я. Потому что он у меня подчиненный ко мне. Это очень интересно. Да, он у меня, это самое, под меня подстраивается, старается не обижать и лишнего не говорить. Хозяйка я. Семья Мурашка. Леонид Михайлович и Аполлинария Дмитриевна отметили тоже золотой юбилей совместной жизни. Вместе уже 50 лет. В семье двое детей, сын Михаил и дочь Татьяна. Леонид Михайлович и Аполлинария Дмитриевна увлекаются садом, любят отдыхать на природе. 50 лет супруги идут вместе одной дорогой, поддерживая друг друга. Семья Мурашка является крепкой и дружной, настоящей ячейкой общества и примером для молодых семей. Любовь, что было, уважение друг к другу было. Но без терпения, наверное, все равно никуда нет. Ну, терпение, конечно. Конечно, уважение друг к другу, терпение со мной, любить друг друга. День семьи, любви и верности – это замечательный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу о своих родных и близких. Светлана Вадимовна как-то к этому отнеслась душевно. Сергей Витальевич поручил. И вот это и было начало. В среднем у нас получается 7 пар каждый год. Этот год счастливый, урожайный. У нас 6, по-моему, планировалось у нас 6 пар привезти. Но, к сожалению, одна пара заболела, другую пару мы выходили поздравлять на дом. У них 55 лет, изумрудная свадьба, супруга колясочница, поэтому мы выходили на дом, честовали. Первый, скажем так, стартовый возраст – это 10 лет совместной жизни. 10 лет и более. 10 лет, потом, значит, там, серебряные свадьбы, рубиновые – 40 лет, изумрудные. Была одна 60 лет, да, 60 лет совместной жизни. Вот это наш рекорд пока. Будем продолжать эту традицию, будем регулярно проводить. Я думаю, что все-таки мы дойдем и до более высот таких, которые могли бы попасть, пусть не в книгу рекордов Геннессона, но хотя бы в книгу рекордов Костровской области. И, конечно, еще хотелось бы сказать слова благодарности жителям, супругам, которые откликаются всегда, не отказывают и приходят на наши праздники. Молодежи, чтобы они как раз на опыте таких семейных пар строили свои семейные отношения. Потому что жизнь прожить – не поле перейти, а семейную жизнь – тем более, тем более. Ведь труднее времена были в истории нашей страны, но люди же жили и прожили, представляете? А сейчас, мне кажется, просто вот этот опыт, из-за чего мы и проводим одну какую-то молодую пару, а остальные более опытные для того, чтобы делились опытом, чтобы смотрели, видели, что люди до сих пор любят друг друга, радуются жизни. Вот это, наверное, самое главное.